Сегодняшний ролик о том, правда ли, что с помощью вот такой вещи, как картошка, такого овоща, как картошка, можно снять ожог, то есть боль от ожога, и действительно ли это, ну вот она влияет, облегчает последствия от ожога и так далее. У меня на днях произошла ситуация, вот покажу вам руку, так надеюсь будет видно, ой, сейчас вот так вот покажу, вот эту всю часть, вот этот палец, видите, еще немножко осталось, вот эта темная, это после картошки, я прикладывала, пробовала на себе, вот так вот эта вся часть вот отсюда у меня просто обожглась, паром, болела так, что я тут подпрыгивала, ходила, я очень чувствительна к боли, и поэтому неприятно очень было, вот, я долго не могла, то есть сначала я воспользовалась таким средством, как пантенол, то есть он снимает ожоги, вы знаете, используется при ожогах, он не помог, затем я начала использовать воду холодную, вот, и пока вот рука была в воде, облегчалась боль немного, боль была очень сильная, вот, к сожалению, я не вспомнила на тот момент, что чтобы не было волдырей после ожога, нужно сразу же обработать спиртом, вот, ну, к радости в волдыре вроде бы нету, значит, не настолько был сильный ожог до волдырей, вот, но вода помогала временно, потом я использовала замороженное мясо, тоже снимала, но боль, вот, но боль не утихала при этом, пока вот держу замороженное мясо возле руки, боль есть, пока не держу, нету, а мне нужно было убрать, уже время близилось к ночи, нужно было спать, а спать, вот, пока я еще что-то делала, чем-то занималась, я забывала немножко о боли, но как только я садилась и вот ничем не занималась, то сразу же боль возвращалась, это было ужасно невыносимо, и тогда я попросила мужа в интернете посмотреть, как же народными средствами можно снять боль, вот, после ожога, как убрать вот это вот, вот эти болевые симптомы эти, вот, и муж нашел несколько вариантов, вариант первый, это лог, знаете, МВЭевски, намазала я, кто-то написал, кстати, что он моментально снимает боль, ерунда все это, у меня он не снял сразу боль, вот, снялась боль, пока я мазала, вот, потом буквально через полминуты боль вернулась, была точно такой же сильной, пока я руку в воду снова не всунула, вот, затем он вычитал такой рецепт, вот, на очень многих форумах, сайтах говорится о том, что боль снимает, вот, картошка натертая на, ну, натерку, на крупную терку, вот, на такую я терла, вот, и приложена к руке, снимает боль, значит, я натерла, взяла бинт, вот такой, ну, обычный бинт, 10 сантиметров у меня больше не было, вот, наложила на часть бинта картошку, натерла, вот такого размера, это где-то 5 на 4 приблизительно, ну, на мою руку, да, на вот эту часть, вот, значит, прикрыла марлей, и мне дочь помогла, я прибинтовала просто вот так вот, наложила и забинтовала руку, значит, час я ходила, работала, пока работала, но не болела, когда обращала на него внимание, начинала снова болеть, я уже разочаровалась, звоню мужу, говорю, муж, все равно болит, что же делать, вот, через час я сняла повязку, и вы не поверите, боль ушла, боль ушла буквально где-то через минут 10, и все, все просто вот, у меня до сих пор не болит рука, у меня вождение нужно сдавать в понедельник, вернее, практика, я боялась, что просто ничего не смогу делать, я ни посуду не могла мыть, ничего, насколько была боль, просто теплого воздуха домашнего, только холод спасал, и вот час я подержала картошку на руке, сок, и буквально через минут 10, после того, как я сняла повязку, боль просто прошла, и все, я летала, спокойно спала, без всяких обезболивающих, ничего больше не делала ей, и вот видите, не в алдере, единственное, темная немного рука осталась, я не мою, потому что мне больно тереть на этом месте, сок потемнел от картошки, осталась немножко темная рука, но это не так страшно, если сравнивать с той болью, которая ожидалась мне ночью, вот, поэтому, правда ли, правда, у меня это сработало, к большому моему удивлению, теперь я буду этим способом пользоваться, потому что пантенол, он не помог, я несколько раз им мазала, потом снова водой, ну, смывала со временем, потому что было очень больно, он не снимал боль, хотя вот он при ожогах, вот, применяется, при воспалительных процессах кожи, ну, так вот, поэтому, ребята, правда, вдруг будет, тоже испробуйте на себе, конечно, лучше, чтобы ожогов не было, ожог это невыносимо неприятная такая вещь, вот, ну, сработало, классно, правда, ну, вот так вот, что еще сказать, без слов, без комментариев называется.